Всем привет! Абу всем привет! Вы на канале Украинки. Я Казарас находится в Немеччине. В Немеччине я працюю и буду продолживать и вопчать немецкую мову. В Германии я работаю и буду продолжать изучать немецкий язык. Сегодня я вам предлагаю посмотреть этот фрагмент видео, как я создаю превьюшки, как я создаю картинки для заставок на своих видео, которые я выкладываю на YouTube. Многие пишут, многие довольны, многие недовольны. Кто-то говорит, что это все нереально. Конечно, нереально, потому что я такой никогда не была и, естественно, никогда не буду. Так, тухнет телефон сейчас. Еще один момент технический. Вот. И сегодня я вам покажу программу, в которой я это все делаю. Сейчас я зайду в программы своего телефона и вы увидите, как этот процесс происходит. Так, значит, вот программа в моем телефоне. Вот эта вот программа называется Photolab. Заходим в нее и сразу, видите, выскакивают картиночки. Тут еще надо выбирать, конечно, смотреть, потому что бывает такое, что картинка не нравится, либо может не понравиться результат, который сделает программа. Ну, мне, например, нравится вот эта вот картинка, которая девочка с желтой птичкой. Нажимаем на нее. Нажимаем на нее. А! Оно сразу показывает, как из реальной фотографии делается потом картинка, какой получается результат. Кстати, хотела вот вам показать. Это моя фотография. Показывайся давай. Это фотография 2012 года в Крыму. Вот видите, у меня здесь вес был 70, ну, плюс-минус 70 килограмм. Хочу быть такой. Так, ставим штатив на место вместе с моим фотоаппаратом, вместе с моим телефоном. Ребята, вот эта фотография, она не подходит. Почему? Потому что здесь лицо не крупным планом. Но я надеюсь, вы видите, что здесь на фотографии именно я, а не кто-либо другой. Поэтому мне надо найти другую фотографию. Вот, видите, вот моя реальная фотография. Вот я ее сейчас беру. Видите, все узнали, да? Это фотография, которая сделана в этом году. В начале этого года, по-моему. Так, реклама начинается. Вот. И чего-то там происходит. Программа начинает работать. Сейчас посмотрим. Посмотрите, получилась картинка. Видите, девочка с пичкой. Стала похожа немножко на меня. Ну, похоже. Похоже. Вот и весь процесс. Потом, значит, фотография сохраняется на устройство. И, наверное, эту фотографию я буду использовать для своего следующего ролика, который будет на ютубе. Все. Сохранила. Сохранила. Сомерки, вечер, воскресенье. Выбрались на прогулку по городу. Буду идти вот по такому мосту. Сейчас посмотрим, что мне удастся снять. Очень быстро темнеет. Очень быстро. Но небо продолжает оставаться интересным. Кто-то там полетел, не знаю. Месяц зашел. Вот там, вот видите, маленькая точечка светится. Это месяц. На этом мосту сейчас минимальное количество народу. Иногда проезжают велосипедисты. Я их не снимаю. Вы же знаете, что в Германии снимать никого нельзя. Просто так. Видите, открывается вечерняя панорама Дрездена. Дрезден прекрасен. Я всегда это говорила. Я буду говорить. Пока буду находиться здесь в Дрездене. Люблю я это время. Люблю время суток для съемок. Обожаю просто. Хотя люди, которые знакомы немножко с эзотерическими науками, знают, наверное, что это время суток не очень хорошее, не очень благоприятное. Это, по сути дела, пограничное состояние нашего мира. Сейчас проедет велосипедист. Это время, когда идет борьба между белым и черным, между добрым и злым, что присутствует в нашем мире. Когда-нибудь я вам расскажу, что такое туристическая концепция мира, что такое монистическая концепция мира. Может быть, кто-то знает, напишите мне в комментариях. В это время суток не рекомендуется спать. Считается, что лучше такое время не засыпать и не спать. Здесь вот такая вот интересная история получается с этим мостом. Ты как бы идешь по нему, идешь и идешь. И думаешь, что вот-вот эта дорога асфальтированная выведет тебя вот туда, прямо в центр. Самое сердце Дрездена. Самое сердце прекрасного этого города, который неповторим, который я очень-очень полюбила. Наверное, не сразу, как приехала. Наверное, мне понадобилось время для того, чтобы я прочувствовала, увидела этот город хотя бы немного. Потому что вначале, конечно, это была работа. Это был немножко какой-то, знаете, шок, замешательство от того, что я приехала в незнакомый, в новый город, да еще и в стране, которая мне тоже, по идее, была совершенно не знакома в 2024 году. Но видите, как дорожка заканчивается. Там вот дальше идет дорожка. Там ездят велосипедисты, я не знаю. Возможно, туда можно пройти и попасть таки в центр города. Либо есть вариант спуститься вот так вот к реке и посмотреть, что там у реки. Я думаю, что сейчас уже, конечно же, ничего интересного у реки я не сниму. Хотя там сидят люди. Ну, наверное, хорошо, потому что вечер теплый, да, посидеть у реки. Ну, сейчас подумаем, посмотрим, как ушло сделать. Или пройтись все-таки по той дорожке. Либо выйти вот так вот и обратно вернуться. В общем, я не знаю пока что. Подумаем. Но до центра тут совершенно-соршенно недалеко, ребята. Буквально чуть-чуть рукой подать. Вот там, видите, красивое такое все светится. Светится центр Трестена. Колесо, обозрение. Ну, такая вечерняя картина. Тишина, ветра нет. Просто изумительное время суток. Судно прогулочное. Видите? Практически ночное время суток в Дрездене. Поздний вечер. Светится как красиво. Днем бы было бы лучше его видно. Но я думаю, что вы и так поймете, что это прогулочное судно. Там вот идет какой-то концерт. Там сцена, наверное. Какое-то световое представление. Не имею пока что понятия. Здесь, когда гуляешь вдоль Эльбы, вот по этой дорожке идешь, идешь. Очень много ресторанчиков, кафешек, в которых можно встретиться, устроить романтическое свидание, приватную встречу. Потому что вечер. Потому что это время для личной жизни. Это я все говорю к тому, что меня натолкнуло на мысль и на размышления сегодня вечером. Почему в наше время люди позволяют себе, прежде всего на ютубе, очень часто нарушать личное, персональное пространство. Например, заходя в гости под видео к своим подругам, я это очень часто замечаю. Даются какие-то совершенно глупые, нелепые советы. Так, сейчас там идут люди, они немножко разговаривают. Даются какие-то советы человеку, которые ему совершенно не нужны. Потому что взрослый человек, он ведь не разберется сам, что ему и как делать, как ему готовить и так далее, и так далее. Почему под моим видео заходят и пытаются выведать мой доход, например? Так, сейчас, минуточку опять. Почитать мою зарплату, почитать, сколько я плачу за то или за иное, сколько у меня должно оставаться, сколько я трачу, либо могу тратить. почему люди, люди, живущие в европейской стране, не усвоили самую главную ценность. Нельзя нарушать личные границы. Нельзя залазить в чужой карман. Нельзя считать чужие деньги, ведь это деньги не ваши. Они не вами получены, не вами заработаны. Они, в конце концов, могут быть не вам подарены. Вот такие вот мысли у меня сегодня вечером. У меня сегодня вот под видео буквально заходили и спрашивали, пытались выяснить информацию. Ребят, если я не отвечаю на вопрос, значит, я на него не отвечаю и не отвечу никогда. Все, что я показываю в видео, я показываю, а то, что я не показываю, я не покажу никогда. Сейчас вам что-то покажу, ребята. Смотрите, видно луну. Но она как бы немножко в облаках такая чуть-чуть. Видите, какая красивая, как красиво и как загадочно. я, наверное, сегодня закончу снимать это видео. Я достаточно вам наговорила. Не будет завтра утреннего стола. Завтра буду собираться на работу, на утреннюю смену. Своей родной Украине, особенно сейчас, я желаю как скорейше мирного неба, мирного життя, чтобы было тихо, и чтобы было наконец спокойно. У каждого куточка света, где сейчас не спокойно, где сейчас идут любые войсковые действия, я желаю только мирного. Бережи Боже каждого, особенно кто сейчас в Украине, и не только в Украине, мая на увазе Израиль. Дай Боже здоровья каждому и всем пока-пока. Продолжение следует...